Добрый день! У нас сегодня такая замечательная и, я думаю, очень дружная большая компания музыкального отдела. Мы сегодня ведем очередной выпуск рубрики «Дворцовые интриги». Этот выпуск, возможно, будет несколько провокационным, а может быть нет. Сейчас посмотрим, как пойдет. Я веду уже не первую передачу «Дворцовых интриг», и все время у меня, где-то я ошибаюсь, или в фамилии, или в определении коллектива. Поэтому я сейчас представлю заведующего отдела музыкального развития Марину Вячеславовну Гущу и попрошу ее представить всех. Спасибо. Хорошо. Так. Кузин Атон Сергеевич. Педагог по классу баян-аркордеона, концертмейстер оркестра «Росинки», концертмейстер фортепионного ансамбля «Лебинушка» и педагог-руководитель эстрадного ансамбля «Экспром». Евсеева Екатерина Владимировна, педагог по классу фортепиано, концертмейстер хоровой студии «Малиновка». Дарья Алексеевна Кутузова, педагог по классу «Укулеле». У нас, интересно, появился еще предмет такой. Инструмент. Он, правда, уже известен был, но открыли у нас. Плюс Домбра, педагог по классу Домбра и руководитель оркестра «Росинка». Шрейбер Светлана Андреевна, главный руководитель и дирижер. Хоровой студии «Малиновка». И академический вокал Светочка у нас еще преподает. Александр Захарьевич Хуторовский, педагог класса «Свирели». И плюс у нас работает еще настройщик. Евгений Юрьевич Агапов, педагог по классу «Гитара». И я добавлю, что Марина Вячеславовна, она не только заведующая отделом, она преподаватель по классу «Балалайки». Прекрасный преподаватель, который выпустила много учеников. И, наверное, и отдел ваш тоже, наверное, в какой-то степени, я бы его назвала учениками, потому что выстраивать вот эту всю педагогическую работу вы уже много лет. Я напомню, что «Дворцовая интриги» – это рубрика, в которой мы хотим познакомиться с педагогами не как с официальными лицами, а как с людьми с человеческими лицами, с какими-то увлечениями, слабостями, интересами. И сильностями. И сильностями. Вы будете и за кадром. За кадром вещает Сергей Александрович. Если что, дорогие друзья, если вы слышите голос за кадром, это Сергей Александрович. У него просто, ему не нравится его прическа сегодня, поэтому он за кадром. А я начну с такого вопроса. Я почему захотела у вас его спросить, потому что я сама тоже музыкант. И музыкант учится долго, как правило. Это все за 10 лет выходит, 15-16, где-то так. И путь очень длинный. И, наверное, во время этого пути возникают вопросы в голове. И каждый музыкант, наверное, в какой-то момент встает перед выбором. Идти ему в исполнительство или идти ему в педагогику. Не знаю, насколько для вас этот вопрос провокационный. Но вот я бы хотела у вас узнать, были ли у вас моменты, когда вы думали о том, что вы хотите стать исполнителем, Евгений Юрьевич, потом передумали. Или у вас в лице или направо нашли, и как бы сразу было такое внутреннее призвание. Я хочу быть педагогом, я хочу нести добро, свет, радость и так далее. Наверное, я в первую очередь бы это задала бы инструменталистам, этот вопрос. Простой вопрос. Простой вопрос. Отлично, Евгений Юрьевич, а давайте поднимем. Ну, это правильно всегда идет. А потом куда вырулить, туда и вырулить. Тут целенаправленно не получится. То есть выбора не было, а как пойдет, получилось? Ну, так, целенаправленно не получится. Нет, ну почему? Ну, потому что даже гениальные люди, которые сейчас гениальны исполнители, они в свое время работали в магазине. Ну, такое, наверное... И такой сплошь и рядом. Тут не угадаешь вообще, это судьба. А если, ну, например, нет ли такого желания, например, вернуться назад, то у меня иногда тоже такая мысль. А вот если бы я в тот момент взяла и больше времени, например, уделяла специальности или еще чему-то, вот пошло бы, может быть, у меня по-другому? Ну, не думаю. Это больше генетические задатки. Тут, как Шекспир сказал, бесполезняк. Но если человек реально талантлив, по-настоящему, какой-то там шнукис, он все равно будет исполнителем. То есть его все равно дорожка туда приведет. Ну, исполнительство, оно предполагает не только профессиональные навыки, оно предполагает еще и включенность, как бы, то есть над этим надо работать, чтобы быть исполнителем. Нужно работать, там... Я говорю о том, что сколько ты не будешь работать, если тебе не хватает какой-то маленького элемента, а если брать классическую музыку, это просто потолок. Ну, да. То есть тут там хоть ты обработайся хоть 36 часов в сутки, ничего не получится. Я за себя могу сказать, что мне до сих пор интересно и преподавать, и играть, и я это делаю. Вот если играю, я сейчас, мне вот для себя интересно, что я могу для себя добиться. Могу я завтра играть лучше или нет? Я говорю о сценичестве исполнительства. Исполнительство как профессия. Ну, это немножко другое. Ну, я про это и говорю. Сценичество мне сейчас, может быть, на данном этапе уже и неинтересно. Александр Захаревич, вы как исполнитель же, наверное, тоже были с начала. Я вот как, мы ничего о вас не знаем о вашей жизни. Вот, но я лично. А как вот у вас профессиональный путь? Как он вас привел? Профессиональный путь у меня... Меня колбасило туда-сюда, потому что я, в принципе, закончил музыкальную училищу 7 лет месяцев. Должен был по идее, пойти дальше в консерваторию, в Большой театр. Ну, как бы, мы будем шли все. Ну, а я пошел в армию. Вот, а после армии меня бросил уже совсем другой стип, я пошел играть в рок-группах. То есть, вы, в принципе, да, то есть, вы начинали как раз, получается, с исполнительства. А играли в игру в группах, а на чем и в каких? Можно играть в тромбонии, ты духовой инструмент, я на нем обучался, играл. Такая была рок-группа Николай Коперник. Я помню, да. Потом была рок-группа встреча на Эльбе. А потом я пошел к педагогам работать. Ну, вы знаете, я бы не ставил бы вот что-то выше одного. То есть, что исполнитель – это выше, чем педагогика, и наоборот. Но, вы знаете, зато не каждый гениальный исполнитель может стать хорошим педагогом. То есть, то, что ты здорово исполняешь, это не факт, что ты будешь хорошо этому обучать. И наоборот. Например, может быть не какой-то несостоявшийся музыкант, но будет великолепным педагогом. Потому что он как бы на своих собственных ошибках занимается. Понимаете? Вот мне не очень нравится эта формулировка «несостоявшийся музыкант». То есть, получается, что педагогом становится несостоявшийся музыкант. Это, ну, не знаю, мне кажется, это как-то обидно внутренне. Не, не бывает как раз наоборот. Бывает, что и музыкант великолепный, и педагог великолепный. Это самое, мне кажется. Это обычно бывает, наверное, с возрастом у людей. То есть, те, которые прошли какое-то время. Ну, видно, бывают молодые, да ранние очень даже. Бывает. Да. Бывает всякое, да. Вот мне кажется, что мне повезло больше всех. Потому что я считаю себя исполнителем. Я выхожу с детьми как харао-дирижер. Он же исполнитель. У вас. Я поэтому про инструменталистов и как-то не сказал. Да. Но у меня тоже стоял выбор. В институте мне предлагали работу в театре, я отказалась. То есть, я целенаправленно нашла. А как институт у вас? Московский педагогический государственный университет. А в театре вам предлагали артисты хора? Да, артисты хора, но в принципе это так начинается. А в какой театре? Немерочий танчик. Ну, я продолжаю петь в хоре. А где? Я в церковном хоре поеду. Марина Вячеславовна, вы такой педагог, мне кажется, от Бога. Вот, знаете, вот многие говорят, вот сейчас вот Александр Захарович говорил, в принципе, это бытует такое мнение среди вот педагогов, музыкантов, что он может быть действительно вот прекрасным быть исполнителем, а как педагог как-то не получается. Либо совершенно наоборот. Это действительно есть и бытует такое мнение. Я лично про себя хочу сказать, вы знаете, вот я попала туда, куда нужно было попасть. Вот это мое, реально мое. Я очень люблю свою работу. Я очень люблю работать с детьми. Ну вот, мне повезло в жизни. Я считаю, что это везение. Я на своем месте. Мне очень нравится, реально очень нравится. Когда приходят, вот они же к нам все приходят маленькие, и мы вообще про них ничего не знаем. И кем они станут, мы тоже не знаем. И вот ты лепишь первый класс там, второй вот обычный, третий. И дальше, и дальше, и дальше. И вырастают такие звезды. Вот это, наверное, самое-самое главное. Для педагога, когда ты видишь, Ирия Цульта, и как они меняются. Поэтому, даже не знаю, все здорово, все замечательно. Мне кажется, те люди, которые здесь сидят, все равно, каждый же, когда поступает, там же написано даже при окончании, да, в каждом дипломе. Так, педагог такого-то класса, или там, руководитель оркестра, правильно? Мы же все изначально идем. Но вот если про молодой возраст, все когда заканчивают, все хотят играть, абсолютно. Организовываются ансамбли. Это, мне кажется, проходит каждый, каждый молодой педагог-музыкант. А потом со временем как-то это все как-то чуть-чуть отходит, и ты больше переключаешься все-таки на педагога. Когда мы пришли сюда работать, у нас был очень молодой коллектив. Ой, ну что вы тут, почему мы тут только не играли, вот с Александром Захаревичем. А чего вы вообще не играли? Жалеете, что сейчас у вас нет такого ансамбля? Есть, мои друзья, что мешает? Нет, мешает, наверное, нехватка времени. А так ничего не мешает. Ну, а мы к этому вопросу еще вернемся. Давайте мы по кругу так идем, замечательно. Дарья Алексеевна, вот вы совсем недавно, я так понимаю, из музыкального... Ну вот еще в хор в институте учились. А, учились сейчас на второй курсе. А, ну так у вас еще... У вас еще исполнительская деятельность еще выше крыши. А в каком времени? В схемках институт культуры. Ну вот когда вы за... Вот смотрите, прям вопрос сейчас, что называется, в момент. Вот вам учиться еще три года, правильно? Сколько больше? Пять? Четыре. Четыре. Значит, два года вам еще учиться, и вот вы хотите продолжать... Интриги, творцовый интриг, сейчас мы узнаем все заранее. А вы хотите продолжать преподавательскую деятельность, или у вас есть мысли о том, что это исполнение? Преподавательскую. Ну, я когда еще заканчивал дворец, в классе пятом, я решила, что я хочу преподавать. Она, кстати, наша ученица. Анна Александровна, у вас специфическое направление, ну, я имею в виду, относительно остальных людей, и тут тоже есть варианты композиторства, музыкальная критика, искусствоведение. Никогда не хотелось? Или вы продолжаете и там, везде? Ну да. Как музыкальный критик работаете? Или как искусствовед? Я каждое занятие наше работаю как критик. Всех категорируем. И родителей тоже. У нас учатся сейчас родители. Еще. Вот сейчас 18 плюс программа. Всех хочется взрослых очень многих пригласить на занятия, потому что я поняла, что очень столкнулась с тем, что те дети, которые к нам ходят, их родители просто не понимают, что такое теория музыки. И они относятся к этому как к специальности, что надо зазубрить. А надо понять. Вот, это основная ошибка. Они зазубривают, а потом они не могут соединить темы одна с другой. А когда они понимают, и вот когда родители занимаются, их параллельно родители. Там однокоричная программа. Все 7 лет с альпежио входит в один год. Уникальный курс, моя авторская программа. Можно освоить курс с альпежио за год. Для взрослых, конечно, ребенку нет. Но взрослые, конечно... На уровне будет результат как у 7 лет. Да, да. Прямо на таком. Кроме практики. То есть, если это все зависит уже от взрослого. Если он практикует, все поет, все интервалы поет, все гаммы поет, все номера поет, строит, двуголосие поет, то, конечно, он может поступать. Пожалуйста, после года обучения. Но если он не поет, он может закончить курс как теоретик просто. Теорию всю знать, все. Помочь своему ребенку, понять из своего ребенка. Это самое главное. Ну вот, собственно, мне этого не хватает от родителей, потому что у многих родителей, у них отношение к предмету неправильное. Чисто зазубрить. Ну, поэтому они ненавидят все сольки отсюда. Вот, кстати, да. Родители. Дети любят, а родители не понимают, что это, в общем-то, не так сложно, если понять, разобраться. Но дети любят, когда они заканчивают его. То есть, ваши ученики любят сольфеджио. Просто это, на самом деле, достаточно уникальная ситуация. Ко мне периодически приходят взрослые люди, говорят, я училась в музыкальной школе, я ненавидела сольфеджио. У меня была женщина, которая плакала на занятии, когда вспомнила про сольфеджио. То есть, просто само слово сольфеджио, она начала плакать от этого. То есть, какой-то мощный детский комплекс. У вас не так, я поняла. Очень хорошо. У нас любят все, да. Я могу это подтвердить. Не выгода другого нет, просто любите все. Ну, мы просто играем очень много. У нас такой игровой пункт. У них интересные просто уроки проходят, действительно в интересной форме, вот, в игровой. Поэтому, ребята, действительно, с удовольствием. То есть, у вас такая дополнительная реализация именно в том, что вы разрабатываете новые программы, новые курсы и развиваетесь вот именно в плане углубления в профессию здесь же, но, грубо говоря, сами себе ставят новые планки и открывая новые горизонты, если так опасно выразить. Да, ну, мне не хочется никуда сейчас в стороны идти, потому что тогда получается, что я должна именно на полную мощность работать здесь. И это надо выбирать. Я столкнулась, да, можно уйти из дворца, можно совершенно в другую область уйти, вот, без детей, тут где нет детей, критик там, или, например, как, ну, звукорежиссуруют, мне очень интересно эту область. Но тогда я не смогла сочетать, я начала учиться как звукорежиссер в какой-то момент, отучилась, да, но я не пошла в эту область, потому что это надо заканчивать здесь. То есть надо выбирать. Я выбрала дворец. И детей? Да, я выбрала дворец детей, педагогику, конечно, преподавание. Ну, в принципе, да, потому что это мое. А с нашим преподавателем, когда я училась, мы ездили как пианист, вот, он нас брал, мы ездили по городам, по Золотому, по Кольцу России, мы ездили выступать. Но мне не очень нравятся разные игры, потому что приезжаешь, и там это надо любить еще и разные условия жизни, вот, разные гостиницы и так далее, переезды, надо любить поезда, надо любить вот это все, вот. Вот это не мое. Мы на разных инструментах играть тоже. Я, поскольку я качество люблю, и там однажды вот игра, 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 и отвалилась вниз, вниз от инструмента, упал на ноги, у рояля, да, у рояля, отвалилась планка. И я не знаю, что мне делать, дальше играть или останавливаться, а преподаватель в зале, дальше, дальше, ну и дальше, и все. Потом учинили, ну там, на свете это как-то нет, или что там упасть могло. Я дали там. Вот упала планка, прямо мне вот на ноги. И звук еще такой был, ну как, упала. Вот, и в общем, да. И это вот мы были как раз в другом городе. Поэтому, конечно, преподавание, это, ну я считаю, это мое, потому что я могу донести так, что ребенок понял, и понял сразу. Вот. Но родители тоже поймут сразу. Я уже просто готов пойти. Екатерина Владимировна, вы пианист и преподаватель фортепиано, но естественно все заканчивают музыкальное заведение как пианисты, вот поэтому к вам тот же вопрос. Я скажу, что у меня в музыкальной школе была очень хорошая учительница, очень, она вот создала такую какую-то домашнюю такую атмосферу, к мне приходила вот как домой, я так вот к себе располагала безумно сильно. И я просто влюбилась, вот просто влюбилась в это, и мне так это нравилось. И преподавание, она мне позволяла заниматься с ее учениками, потому что в 96-7 класс я участвовала в том процессе, она меня подпустила к этому, мне так это нравилось безумно, поэтому у меня не стояло выбора, может быть я не сразу к этому пришла, но я понимала, что мне это нравится, что вот это мое. То есть вы тоже захотели влюблять в это? Да, да, и у меня выбор не стоял. А в плане исполнительств, я думаю, что тут еще помимо способностей, дарований, нужен еще характер, характер вот пробивать, 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 определенная наглость, гибкость, гибкость характера, вот-вот, надо вот срочно, вот прям через 2 часа где-то, что-то, и ты так мобиливш, я готов. У меня просто это нету гибкости, мне надо все равно спланировать, мне надо к этому подготовиться, подготовиться, готовить и потом уже на это идти. Вот, мне кажется, и качество здесь очень необходимо идти. Вот, ну и конечно стрессоустойчивость, я помню, участвовала в конкурсе и уже участвовать в институте, первый номер конкурса вроде самый такой вот стрессовый, да, и комиссия только села, его сейчас только будут оценивать, и все, и вот в первый номер выхожу, и вырубается электричество после, ну, со второй минуты выступления, а программ там на 25-30 минут. И судьи, вместо того, что слушать, все бегают, носятся, как включить электричество, как включить электричество, весь технический персонал, как включить электричество. И так весь номер как-то вот, я играла и думала, кто слушает? И мне это, честно, мне это не понравилось, не знаю, как бы осадок остался. Вот, исполнительная педагогика, да, мне очень нравится. Антон Сергеевич? Ну, если про исполнительство говорить, то, я думаю, когда человек идет учиться в музыкальном колледже, училище, в юном году, сколько, 16-17 лет обычно, я думаю, все согласятся с коллегой, что у него есть какие-то романтические амбиции, связанные с исполнительством, в любом случае. Ну, на самом деле, вот Евгений Юрьевич очень правильно сказал, что это все-таки генетическое что-то. И дело касается не только, ну, аппарата исполнительского приспособленности, неважно на каком инструменте, но какой-то нервной организации. Потому что очень часто бывает, сколько ни бейся, ни работай, об стенку, все равно на сцену уходишь и донести очень сложно то, что было сделано в классе, там, с преподавателем. Поэтому это неизбежно для, ну, я не знаю, для 99% музыкантов академических работ педагогов. И, наверное, можно только, не знаю, каких-то очень-очень известных исполнителей, единицы привести, которым не пришлось этим заниматься, если это про академическую музыку говорить. Понятно, что не про эстраду, да? А Рихтер, например. Да, Рихтер, Гуль тоже, я подавал, например. Вот, ну, для меня, я, действительно, это не просто, чтобы был какой-то опытный человек рядом, пока, когда ты учишься, в училище, в институте, который это деликатно объяснит, без обид каких-то, без расстройства, что нужно как-то свои способности развивать, которые действительно есть в тебе. Не просто сломя голову на большую сцену какую-то бежать, стремиться, а реалистичным поля путем идти. Ну, я так понимаю, вы продолжаете все-таки? Да, я, ну, я и учусь еще тоже, как для Алексея, на четвертом курсе я учусь. И, конечно, мне приходится, в принципе, по учебе выступать, я думаю, по крайней мере, на прослушиваниях академических. Ну, я так меняю, не очень нравится. Нравится, но это очень сложно, это очень серьезная работа, и я точно не сольный исполнитель, я это прекрасно понимаю, но сложно у меня носить на сцену. Вот, очень нервно-переживательная. Ну, конечно, нравится на сцене, но в ансамбле, в оркестре это гораздо проще, потому что ответственности, наверное, меньше немножко, когда ты не один играешь. Ну, там другая ответственность, там где-то. Ну, там за товарищей, конечно, ответственность. Хорошо, Марина Вячеславовна, вот вы коснулись темы учеников, да, когда вы рассказывали, и был такой момент, что вот они приходят маленькими, и мы их ведем, ведем. Кем гордитесь? Ой, вы знаете, у меня как-то, вот все знают фамилии, я прям назову их, правда, очень много. Первая звездочка у меня был такой Юра Паков, вот, у меня сам заходящего, знаю. Уже взрослый молодой человек, уже своих детей сюда водят, уже они занимаются. Вторая звездочка у меня была Георгия Парафейников, такой, он у меня занимался, я не помню сколько, 7 или 8 лет, он, кстати, получил премию, как-то называлась премия? Грант. Грант, да, вот. В то время это было как бы очень-очень, это единицы получали по Москве. Президента Российской Федерации мы получили премию, вот, сейчас он у меня живет в Австрии, очень такой умный молодой человек, вот, потом у меня звездочка Саша Кончаров, его знают вообще, наверное, все, вот, он сейчас занимается на последнем курсе в Вовнике, вот, следующая звездочка у меня Ваня Дремач, который сейчас занимается у нас во дворце, и вот он в этом году закончил, и будет продолжать седьмой год заниматься, мы будем делать творческий вечер, а я рассказываю про детей, которыми я делала отдельные сольные концерты, но, ну, а дальше вообще звездочек почему-то очень много, и Фомочкин Серафим, и Кулагина Ванвара, и маленький Шмуклер Лены, и Саморец Макар, они все, я не знаю, вы знаете, такое впечатление, что с каждым годом почему-то, вот я не знаю, как у кого, но мне почему-то планка растет выше. Я не знаю, очень хорошо. А хочется, чтобы они потом стали музыкантами, или, или... Я очень спокойно к этому отношусь, правда, и у меня вообще было очень много хороших ребят, которые, я говорю, вот, вы не представляете, какое огромное количество получают они, вот, за учебный год грамот, и победительство, и лауреатство. Но я никогда не настаивала. Почему? Потому что профессия, все-таки, педагога, она очень, как бы, сложная. Потом есть ребята, которые очень хорошо учатся в образовательной школе, которые действительно, там, химия, физика, математика, там, голова другая. Вот я рассказываю про ребят, которые действительно шикарно играли на очень высоком уровне, и уровень исполнения, это не музыкальная школа, это музыкальное училище, но они выбрали себе профессию другую, которая, может, больше как-то приносит материального достатка, может быть так, а может, это мечта какая-то, это у них было как увлечение. А вот интересный вопрос на эту, продолжение этой темы. Вот не обижает ли вас, у кого-то, может быть, обижает, кого-то нет, когда ваши ученики говорят о том, что я не хочу быть музыкантом, потому что эта профессия не принесет мне, там, не знаю, стабильный доход, она для меня не, ну, как бы не создав мне какую-то такую базу на мою жизнь, потому что мы же все музыканты, и тогда люди говорят, да, ну, музыканты-то не профессия, вот мне обидно, не знаю, как вам. Нет, профессия, еще какая профессия, вы знаете, ну, музыкантам живут педагогом становятся еще единицы. Ну, единицы, это же надо любить, это же, это другое совсем, это призвание. А потом музыкой заниматься реально сложно. Пять лет в музыкальной школе, четыре года в музыкальном училище, пять лет в высшем учебном заведении. Почему ты это? Ну, скажи, я девять лет училась в музыкальной школе. Я рассказываю про свой возраст, когда мы учились еще в Советском Союзе, у нас в музыкальной школе было по пять лет, а сейчас, да, семь, восемь, девять, сейчас все увеличили. Ну, и вот смотрите. И чтобы преподавать, это столько лет нужно отдать, чтобы преподавать, туда идут правда единицы. Вот у вас, допустим, ну, у кого-то из вас талантливый ученик, вы понимаете, что у него талант, вы будете его убеждать? Никогда, вот никогда не убеждала, хотя столько людей могло туда пойти и стать педагогами, нет. Это выбор, это выбор, выбор человека. Но вы расскажете, что у него талант? А я говорю всем. Ну, я имею в виду, что он мог бы стать профессионалом? Конечно, я прям так и говорю, да, вот ты мог бы поступить с тебя с руками, с ногами, еще и спасибо скажешь. Потому что у таких людей, у них, ну, вот у меня, вот я могу сказать про свой пример, вот, откуда они знают, это вот, это непонятно. Но человек, который занимается этим всю жизнь, вот у меня в Академии там замечательный преподаватель Николай Андреевич Камалятов, что-то как-то пришел в урок, он такой говорит, что-то так скользь так, говорит, слушай, ну, Шень, ну, тебе надо это, все равно преподавать будешь, вот так вот просто, ну, может быть, не сейчас, так аккуратно, тебе надо, как бы, об этом подумать просто, ну, так скользко сказал, нет, а сейчас я уже понимаю, что они уже тогда все видят, какие у человека штуки есть. А вы видите своих учеников? Насчет преподавать? Нет, вообще, вот какие-то такие вещи знаковые, которые вы можете использовать? Видно, но таких, ну, единицы, таких единиц, это, то есть, может, за год, сколько я работаю, лет 20, может, сколько? Да, ну, за 20 лет, наверное, проходил же ряд таких раз-два-треть. Вот вопрос тоже, гордитесь? Нет, потому что они не закончили даже. То есть это настолько люди, они вот с такими возможностями, но вот тут они не закончили. Вот я и говорю про это, вот, да, допустим, мы же можем действительно увидеть профессиональным взглядом, что у человека есть какие-то очень хорошие способности. А иногда бывает, что прямо действительно это какие-то уникальные способности. Почему же мы не позволяем себе действительно попробовать убедить их в том, что, конечно, менеджером быть, наверное, прекрасно. Наверное. Но я не думаю, что если ты хороший музыкант, то у тебя прям будут какие-то сука финансовые проблемы. Почему такой миф? Почему все думают, что в творческих профессиях люди не могут что-то ее наделить? Нет, у нас очень многие ребята, которые закончили наш же, вот у нас здесь в Центре музыкального развития, которые стали музыкантами. Корсаков, видите, такой. Он учился у нас в коровой студии Малиновкой, заканчивает, уже, может быть, и закончил консерваторию. И уже преподает в Шмидке. Дарья Алексеевна, которая сейчас у нас преподает, которая является руководителем оркестра Росинка, она училась живо у нас. Так, дальше мне подскажут мои педагоги. Катя Припускова, педагог, которая училась Ольге Владимировны Ворониной, она преподает в ЦДД Живро. Да, она тоже преподавала. Дальше по классу Домбры. Дальше Корабельникова-Алисова учится заканчивать первый курс в Несенке. И еще одна девочка сейчас занимается в консерватории. Анна Александровна, вы можете вспомнить? Полина, да? Полина. Полозова Полина. У нее уникальный голос, который похож на нетребка. Голос. Представляете? Вот. А изначально, как интересно у нее получилось, она поступила в Суриковское училище, наверное, да? Она занималась там, и музыка все равно ее пересилила. Ее отвели в консерваторию на прослушивание, и педагог спал всю эту игру. Дальше Корабельникова-Алисова